Я сейчас буквально пару минут потрачу на терминологию и расскажу новинки 2010 Excel в смысле интерфейса. Итак, все знаем, сейчас секундочку, я вооружусь карандашиком, все знаем, что вот этот элемент интерфейса называется у нас лента. Лента вертикальными линиями поделена на группы, я мышкой сейчас их показываю. Каждая группа имеет название, она находится в нижней части группы. Предположим, сейчас я указываю на группу шрифт. Собственно, в группе находятся значки, какие-то выпадающие списки, которые делают те или иные действия. Но если все значки соответствующей этой группе, все команды не помещаются на ленте, посмотрите, в нижнем правом углу группы есть маленькая стрелочка, нажав на которую вы получите доступ к диалоговому окну, где все возможности данной группы представлены уже в целом. В данном случае диалоговое окно формат ячеек. Вот этот элемент интерфейса называется панель быстрого доступа. Вероятно, вы тоже об этом знаете. И сейчас она имеет вид такой, как только если бы вы установили Excel. То есть всего присутствуют три кнопки. Добавляются на панель быстрого доступа кнопочки либо из стандартного списка путем нажатия на соответствующую кнопку. Предположим, сейчас я добавила кнопку создать, либо кнопку просмотр и печать. Кроме того, вы можете добавлять кнопки с ленты таким образом. Вот сейчас я добавлю кнопку формат по образцу. Я нажимаю правой кнопкой и выбираю команду добавить на панель быстрого доступа. Кнопочка появилась. Не менее удобным является добавление на панель быстрого доступа целых групп. Например, я часто пользуюсь группой выравнивания. Я нажимаю правой кнопкой и здесь выбираю команду добавить на панель быстрого доступа. Обратите внимание, вид кнопки Excel подбирает сам, какую-то он берет из этой группы. Но нажав на эту кнопочку, вы, собственно, получаете уже доступ к группе. Это есть удобно, особенно когда вы находитесь на какой-то другой вкладочке. Вот как сейчас я перешла на вкладку данные. А вам нужно получить доступ к каким-то элементам группы выравнивания. Возможно, вам захочется поменять последовательность кнопок на панели быстрого доступа. Делается это таким образом. Вы нажимаете списочек за панелью быстрого доступа, заходите в пункт «Другие команды» и попадаете, собственно, в окно параметров Excel на пункт «Настройка панели быстрого доступа». И вот здесь, ну, предположим, я хочу кнопку «Формат по образцу». Посмотрите, слева в окошечке представлены все текущие, представленные в данный момент кнопки на панели быстрого доступа. Я выбираю эту кнопочку и с помощью простых кнопок переключения вверх-вниз я доставляю эту кнопку туда, где мне удобнее, чтобы она находилась. Нажав «Ок» мы получим вот уже таким образом оформленную панель быстрого доступа. Кроме того, в 10-м Excel появилась возможность настройки ленты более тонкой. Посмотрите, пожалуйста, если нажать на ленте правой кнопкой «Миши» и выбрать команду «Настройка ленты», опять же мы попадаем в окно «Параметры» в Excel, но уже на пункт «Настройка ленты». Здесь вы можете добавлять на ленту новые вкладки, создавать пользовательские группы. Вкладки тут как бы легко. Посмотрите, вот у нас есть кнопочка «Создать вкладку». А вот «Создать группу» – это будет более интересно. Более того, мы сейчас поместим на эту пользовательскую новую группу такой значок, который нам в дальнейшем по работе понадобится. Смотрите, я сейчас на вкладке «Главное» создам группу. Посмотрите, появилась надпись «Новая группа настраиваемая». Я ее переименую, назову ее в честь наших курсов «Basic». Что тут у нас с языком? «Basic». Так. И теперь мы будем обсуждать сегодня работу со сводными таблицами. И нам понадобится кнопка, которая отсутствует на ленте, а вызывает она мастер работы со сводными таблицами. Смотрите, в списке «Выбрать команд» я использую пункт «Все команды». Таким образом, я получаю доступ ко всем командам Excel. Здесь они расположены по алфавиту. Мы прокручиваем. Мне нужен мастер сводных таблиц. И сейчас я нажму кнопочку «Добавить». Посмотрите, в настраиваемой группе «Basic» у нас появилась кнопка «Мастер сводных таблиц». После того, как я нажму «Ок», у нас на ленте, посмотрите, пожалуйста, на вкладке «Главное» в конце появилась новая группа «Basic» и на ней кнопка «Мастер сводных таблиц и диаграмм». Сюда я могу добавлять любые кнопки, как присутствующие на ленте, так и отсутствующие на ней. Кроме того, я могу добавить сюда кнопки запуска макросов и так далее. Все это очень легко сделать через правую кнопку «Настройку ленты». И еще приятная возможность 2010 Excel. Опять же, перехожу в «Настройку ленты». Посмотрите, пожалуйста, внизу появилась кнопочка «Импорт-экспорт». Файл настроек ленты и панели быстрого доступа можно экспортировать. То есть вы его сохраните в виде файла. Смотрите, я выбираю эту команду. Сохраняя тут определенным расширением. И затем на любом другом компьютере вы можете импортировать этот файл. И тогда ваша лента будет иметь ровно тот же вид, какой вам привычен, как вы сделали у себя на компьютере, как вы настроили. Предположим, этот вид я сейчас сохранила. Понятно, да? То есть на другом компьютере вы должны будете выбрать в этой кнопке «Импортировать файл настроек». И ваша лента приобретет удобный, ну и в общем-то уже даже привычный для вас вид. Вот таким образом. «Импортировать файл настроек»